Мучительные 872 дня. Как выживали участники блокады Ленинграда. Новые экспонаты в Музее истории Казанского Федерального Университета. Региональный день студентов в Елабужском институте. Раис Республики наградил лучших студентов. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Аделина Абдрахманова. ВОЕННАЯ БЛОКАДА ГОРДО ЛЕНИНГРАДА Не опустить руки и одержать победу в неравной схватке с захватчиками. О том, как разворачивались ужасные события этих невыносимых дней, узнавала Елизавета Газизянова. Ленинград являлся вторым по важности городом после столицы. Поэтому немецкое командование планировало захватить его в самые первые дни войны. Тем самым решив одновременно несколько задач. Завладеть мощной экономической базой, лишить советские войска 12% промышленной продукции и облегчить наступление на Москву. Кроме экономических, Гитлер руководствовался и политическими мотивами. Он понимал, что значение Ленинграда для советского народа трудно переоценить. Колыбель революции, положившая начало созданию Советского Союза, захваченная фашистскими войсками, стала бы в руках немцев козырной картой. С ее помощью они надеялись деморализовать советскую армию и ускорить свою победу. О первостепенной важности Ленинграда для захватчиков говорит и тот факт, что масштабное наступление на Москву планировалось начинать только после оккупации города на Неве. Именно на Ленинград была нацелена группа армий «Север», которая довольно быстро продвигалась и стремительно подошла к Ленинграду уже к 8 сентября, захватив город Шельсельбург. Фактически после этого Ленинград оказался в блокаде практически полной. В направлении Ленинграда была брошена группа армий «Север». Гитлер ожидал, что получит город буквально сходу, уже в июне 1941-го. Но его ждало разочарование. Ленинградцы и жители пригородов активно строили укрепления и защищали свою землю. А поступление новейших тяжелых танков позволило сдержать гитлеровские войска на несколько недель. Немцы наступали так стремительно, что эвакуация Ленинграда не была проведена. В наглухо закрытом городе остались старики, женщины, инвалиды и дети. Всего более 2,5 миллионов человек. К ним нужно добавить еще свыше 300 тысяч жителей пригородов. Немцы целенаправленно бомбили продовольственные склады и устраивали пожары в жилых кварталах. Но не это было самое страшное. Уничтожение и так немногочисленных запасов продовольствия вынудило ввести жесткие ограничительные нормы по выдаче хлеба. По Ленинграду уверенно шествовал голод, заглядывая в каждый дом. До конца 1941-го жители получали самый минимальный хлебный паек за весь период блокады. И это был хлеб, испеченный из муки, смешанный с целлюлозой, шелухой и обойной пылью. Люди таяли на глазах и умирали целыми семьями. Рано пришедшие зимние холода вызвали и транспортный коллапс. Из-за экономии топлива встал весь общественный транспорт. В городе не было света, тепла и воды. Голод, холод и бомбежки к январю 1942-го года унесли более сотни тысяч человеческих жизней. Среди них было практически 6 тысяч детей, не достигших возраста одного года. Блокаду Ленинграда отвлекались очень большие силы немецко-фашистских войск, группа армий «Север». Достаточно много авиации, танков, артиллерии. И, конечно, когда решающие бои развернулись за Москву, Московская битва, то в период ее оборонительной этапа, то понятно, что если бы Ленинград пал, вы представляете, то фактически значительно бы усилились немецко-фашистские войска под Москвой. Поэтому, конечно, Ленинград сыграл очень большую роль в Великой Отечественной войне. Ущерб, нанесенный осадой Ленинграду, был колоссальным. И в первую очередь он измерялся сотнями тысяч человеческих жертв. Многие умирали уже после эвакуации. Обилие пищи становилось для их организма непосильной нагрузкой. В годы блокады пострадали исторические и культурные памятники. Были безвозвратно утеряны бесценные музейные экспонаты. Некоторые памятники оказались уничтоженными без возможности восстановления. Но все же героизм Ленинграда даже спустя десятки лет восхищает весь мир. В честь защитников города был создан Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, действующий по сегодняшний день и подробно рассказывающий историю этих страшных дней. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. 26 января в Музее истории Казанского Федерального Университета прошло торжественное открытие выставки, которая объединила в себе экспонаты из самых различных категорий. В большей степени это фотографии и документы значимых фигур нашего вуза. О том, как прошло мероприятие и какие предметы стали общественным достоянием и гордостью исторического хранилища, узнавала наш корреспондент Валерия Карташова. 26 января в Музее истории Казанского Университета состоялось открытие выставки новых поступлений в музее вуза за 2023 год. Фонды Музея истории Казанского Университета в 2023 году пополнились двумя 150 предметами. Коллекцию фотографий и документов для выставки, приуроченной к 110-летию профессора Ивана Иоаненко, передал его сын. Среди этих материалов – письма, почетные грамоты, дипломы и аттестаты о присвоении научных степеней и званий, а также книги с дарственными надписями из личной библиотеки. Что касается пополнений, то с ухода Ивана Михайловича прошло достаточно много лет. Он скончался в декабре 1989 года. Но сейчас был хороший повод, чтобы пополнить информацию, пополнить материалы. Фактически я передал основную часть архива, который сохранился от Ивана Михайловича. Архив сам по себе чрезвычайно интересный. Он сам любил собирать, как специалист-историк, документы, материалы. У него интересные книги. Некоторые из них вот здесь представлены на выставке сегодняшней. Большую группу предметов – более 40 единиц – подарила музею Татьяна Вечелковская. Ее отец Герман Бищаков с отличием закончил юридический факультет Казанского университета. Затем работал в органах прокуратуры Оренбургской области и занимал должность исследователя – прокурора следственного отдела прокуратуры. Начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. Эта коллекция включает в себя личные служебные документы, короткие дневниковые записи, а также семейные фотографии с 1930 до 1970 года. В январе каждого года в Казанском университете открывается выставка новых поступлений в музее университета за предыдущий год. И в этом году мы тоже сделали подобную выставку. Всего за год поступило около 500 экспонатов. На этой выставке можно представить, какими интересными предметами пополнились коллекции Музея истории, Зоологического музея, Игербария, Этнографического музея и Геологического музея, а также Музея лаборатории Завойского. Интересно, что продолжают передавать коллекции в университетские музеи не только выпускники, продолжая формировать архивы, связанные с династиями университетскими. Например, как Сергей Иванович Иоаненко он передавал на протяжении целого ряда лет архив своего отца Ивана Михайловича Иоаненко. Таким образом, состав коллекции музея пополнился множеством экспонатов, которые станут доступны всем желающим. Это отличная возможность глубже погрузиться в историю, узнать больше о значимых людях университета. Выставка будет проходить всего месяц. Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось традиционное ежегодное празднование Дня студента, сопряженное с не менее важным праздником Татьяниным днем. Всероссийский день студента в Елабужском институте КФО начался со встречи студенческого актива с главой Елабужского района Рустамом Нуреевым. Руководитель района поделился с ребятами самыми яркими воспоминаниями своей студенческой жизни, а также отметил, насколько важно наличие в городе большого научно-образовательного центра, который занимается подготовкой квалифицированных кадров. Студенты, в свою очередь, рассказали главе района о своих достижениях и новых проектах, которые запланированы на предстоящий год. Также почетными гостями мероприятия стали генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко и председатель Совета ветеранов Елабужского района Геннадий Баганов. В нашем институте очень мощно реализуется научно-исследовательская деятельность. И хочется отдельно сказать спасибо всему руководству и научно-учебному отделу, потому что дают возможности проявить себя на конференциях различного уровня. И также хотелось бы сказать, что когда я поступал на первый курс, наши старшие курсы нам сказали, можно прожить две жизни в институте. Одну скучную, только учиться, или прожить две веселых, это научная деятельность, или творческая, вот я выбрал научную и нисколько не пожалел. Вслед за этим на университетской площади развернулись традиционные праздничные гуляния. Студенты принимали участие в играх и конкурсах, а также поздравляли друг друга с закрытой сессией. Со словами поздравлений и напутствия в адрес виновников торжества обратилась директор Елабужского института Елена Мерзон. Она пожелала всем присутствующим успехов в работе и еще больше новых свершений в предстоящем семестре. Я сдаю отлично, все хорошо, и поздравляю всех с этим замечательным праздником, поздравляю всех студентов с успешной сдачей сессии и радуюсь учиться в КФУ. По традиции в Татьяне День особого внимания удостоились студенты и преподаватели по имени Татьяна. Также подарками были отмечены первокурсники, сдавшие свою дебютную сессию на пятерки. Все это сделано лишь с одной целью – дать мотивацию учиться и самосовершенствоваться. Елизавета Газизянова, Александр Фирсов, Айдар Нурмеев, Универ Новости. Ежегодная республиканская премия «Студент года» вновь собрала в себе самых лучших студентов Татарстана. В этом году мероприятие проходило в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». И вот уже в 19-й раз позволило каждому из присутствующих почувствовать себя особенным. О том, как прошло мероприятие, расскажем в следующем сюжете. Республика Татарстан Гости поддерживали финалистов громкими аплодисментами, а победители искренне радовались успеху. Почетным гостем стал Рустам Миниханов. Он и вручил главную награду. Поздравляю вас с вашим праздником. Ну и 19 лет уже, как мне сказали, мы проводим это мероприятие, определяем самых-самых успешных, самых активных, хотя в этом зале лучшие из лучших. Искренне хотел бы поблагодарить вас за вашу жизненную позицию. Не только вы передовики в учебе, вы волонтеры, вы занимаетесь общественной деятельностью, вы занимаетесь спортом. И, конечно же, вы будущее нашей республики, нашей страны. В этом году республиканская премия «Студент года» проходила в 19-й раз. Всего было подано 466 заявок. От Казанского федерального университета в финал прошли 30 студентов, лучших в своем направлении деятельности. Представители КФУ одержали безоговорочную победу сразу в 8 номинациях. Старостой года стала студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Лилия Тагирова, а медийщиком года Ева Батюкова, студентка Института международных отношений. Каждому победителю была вручена почетная грамота, а также ценные призы и гранты для продолжения образования и развития своих проектов. Обладателю гран-при заслуженное поощрение за вклад в развитие республиканского студенчества вручил Раиста Торстана Рустам Миниханов. Победителем стала студентка Казанского государственного энергетического университета Гузель Газиддинова. Вместе с этим девушка получила возможность обучения в любом вузе дружественных стран по программе «Алгарыш». Для меня большое счастье жить в Республике Торстан, в своей любимой республике, развиваться здесь и привносить свой вклад в развитие нашей республики. В первую очередь, конечно же, я очень сильно благодарна Раисе нашей республики, Рустаму Нургалиевичу. Спасибо за то, что вы развиваете республику, вкладываетесь в нас, в молодежь. Благодаря вам мы, молодежь Торстана, самая везучая, потому что мы живем в такой красивой, комфортной республике, пользуемся ее благами, условиями, развиваемся здесь. И мы, конечно же, очень ценим это и будем делать все ради того, чтобы приумножать наши возможности. Также среди почетных гостей церемонии были министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиулин. От лица нашей альма-матер ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Организатором мероприятия выступило правительство Республики Татарстан. Все представленные номинации являются доказательством того, что важно концентрироваться не только на учебе, но также иметь активную общественную позицию, развиваться разносторонне и, конечно, открывать себе новые грани. Важно помнить, что студент года РТ уже 19 лет объединяет студенчество Республики и напоминает, что каждый имеет шанс стать лучше. Нужно лишь не упускать возможности и верить в себя. Кристина Нырова, Валерия Карташова, Рустам Гавасов, Игорь Озеров. Универ Новости. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин